них короче нифига вам не засняла я прошу прощения я уже сделала даже торт этот бэнто вчера просто так нервничала сильно вообще в принципе когда торт делаешь ты нервничаешь всегда неважно какой он бэнто большой торт одинаково ты нервничаешь одинаково абсолютно вот и ну бывают такие моменты когда что-то не получается как-то вот что-то пошло не так и что-то может быть не по плану как ты планировал как бы вот но вчера тоже типа была такая ситуация но слава богу все устранилось коробку я конечно же нашла для бэнто тортика но заснять я вам его не засняла вообще сильно торопилась и утром ничего не успевала все как обычно вечно тороплюсь куда-то торопышка хотя встала за наверное часа два до выхода надо два часа до выхода не понимаю я крашусь я крашусь всего минут десять от сил вот что все остальное время происходит я не понимаю у меня как будто по щелчку пальцев типа хоп щелчок пальцев я проснулась и хоп щелчок пальцев я опаздываю не знаю как это происходит на бэнто тортики написано one month сегодня ровно один месяц как родился на свет малыш заказчицы вот они сегодня будут отмечать я быстрее скорей и потести везу их тортик на самом деле я его сфоткала но очень так некрасиво сфоткала я попрошу саму заказчицу сфоткать и отправить мне и я вам ставлю самая ужасная что мне сейчас нужно будет его везти на автобусе и я всегда очень сильно переживаю когда везу на автобусе потому что там гипер жарко внутри а сейчас еще и жарко на улице вот я очень сильно надеюсь что быстро и качественно его доставлю эта собака учуяла что у меня здесь торт она сначала начала прыгать на меня сейчас легла и смирилась походу заказ друзья отдала выдохнуть до сих пор не могу вот так всегда пока наверное сам заказчик не скажет тебе что все вкусно и все классно и никогда это чувство не отпустишь сижу вот это все пью кофе зашла общий баланс пополнить стояла стояла на кассе и мне костюм сказал придите пожалуйста попозже я очень так я пошла кофе пить поэтому а завтра у нас 23 февраля мужской праздник мы будем делать торт я просто в голове сейчас прокрутила кучу мыслей типа сколько кайта может быть по этому поводу так вот ладно это всегда останется праздником мужским праздником все его будут включать то есть так же как и отмечали раньше неважно где взявшему дня приготовлю тортик какой-нибудь вкусный я еще не думала пока какой думаю что то нужно с каким-нибудь может быть зеленым кремом но это явно будет что-то вкусное я вам покажу обязательно представляется сейчас 15 градусов и так всю неделю уже держится и воскресенье у нас просто будет ноль и еще и снег конечно от такого перепада температуры не очень хорошо организм так все держимся всем чао какао я сегодня делаю тортик на 23 февраля будет у нас зелененький вот такой вот бисквитик натуральный цвет из-за шпината шпинат я туда добавила посмотрим что выйдет сегодня как обычно нужно все делать быстрее быстрее скорее скорее жизни веселуха развлекалово вечное короче просто так сесть не получится я еще хожу по дому окна хотела уже не за уже недели полторы все каждый день думаю об этих окнах и никак вот не дойду до них потому что просто не успеваю в общем то наконец-то пришел пауарбэнк шел очень очень долго что-то заказали мы его 14 февраля где-то 23 февраля только пришло оповещение подтверждение чтобы мы подтвердили нам позвонили на телефон чтобы вы подтвердили свой заказ вот и 27 февраля только он пришел то есть это все настолько так долго происходит взяли мы пауэрбэнк на 20000 чтобы приблизительно на 4 заряда хватило на 3 с половиной точно хватит стоит он 2 600 динар так что не зря мы его ждали остальные модели подороже выходят одной рукой неудобно вот так вот он упакован в комплекте идет провод микро юсби здесь два варианта белый черный он на самом деле очень тяжелый у нас было на 10000 но он вздулся я вам сейчас его покажу он тяжелее наверно в два раза чем наш бывший пауэрбэнк вот такой вот у него покрытие такое полу глянцевая полу матовая здесь есть вход под два шнура два провода и заряд я так понимаю по микро юсби и тайп си но возможно это не не заряд вот тайп си а наоборот телефон надо через этот провод заряжать такая удачная покупочка вот наш предыдущий пауэрбэнк он уже 300 раз поломанные уже переклеены уже расклеился даже ему уже я уже не помню сколько ему лет мне его брат жены свои дарили он заряжается по вай фай это очень ой по вай фай по nfc это было очень удобно если вдруг ты шнур забыл вот здесь вход на одну зарядку и есть фонарик вот так вот смотрите друзья он уже вздулся я думаю что видно очень такой вздутый боимся что может лопнуть поэтому сейчас он пойдет у нас на выброс что как-то посмотреть надо как его выбрасывать правильно еще просто в мусорку не бросишь такая небольшая у нас распаковка сегодня из лидла я думала думала чтобы не записать то что мы покупаем я думаю вам тоже будет интересно по ценам послушать и вообще что есть интересненького сербия я сегодня была в лидле были для я мы обычно покупаем грибы далее яйца мне нужны для кондитерки обязательно поэтому большой упаковкой здесь у нас перчик здесь он намного дешевле чем в россии спагетти из твердых сортов пшеницы я взяла себе лак такой посмотрите очень интересный девочки заценят не всем такое нравится конечно мне нравится поэтому я сидела взялась нам перчик острый чили сегодня да и вообще в целом нам нравится китайская корейская кухня и мы периодически как бы добавляем чего-нибудь остренького хочется вот именно перца добавить далее майонез обычный майонез типа штурдильки такие они маленькие если интересно я потом покажу к чаю дальше корень сельдерея очень интересно что в россии никогда такого не встречала серба обычно добавляет его во всякие блюда супы там ну как бы мясные блюда тоже добавляет типа типу фарш там так далее я буду делать из него какой-нибудь овощной суп не знаю с и наверно хочу попробовать ни разу не пробовала мне кажется это вкусно далее апельсинки мы берем утром обязательно с фруктики потом тофу тоже делаем в остром соусе паста томатная кстати я вам скажу что ой мы еще ни разу не покупали пасту которую на которую у серёги есть аллергия то есть у него обычно не аллергия и изжога в россии обычно у него на томатную пасту изжога была и мы покупали перетертые томаты либо томаты в собственном соку и только тогда он мог это как-то более-менее кушать а здесь мы покупаем пасту и у серёги все норм как бы все классно поэтому даже сейчас посмотрю что у нас тут какой состав 99 процентов помидора неидированная соль и средства за уравнование кислости регулятор кислотности короче так это все вот это все у нас вышло на 1971 динар я вам где-нибудь здесь сделаю перевод по рублей очень дешево стоит у нас перчик скажу сколько 280 динар 280 динар за килограмм представляете всего лишь вот это вот вот этот вот пакетик 4 перчика у нас вышло на 80 динар представлять аромира перчик супер класс сейчас буду готовить что-то по типу корейской и китайской лапши только саму лапшу я заменю на спагетти так как на данный момент у нас нет этой лапши вот не купили мы со спагетти будет все также очень вкусно если хотите если хотите смотрите что у нас тут будет в составе старым powerbank зарядочку так интересно какие признаки жизни он подает все тут есть какие-то понятно вау очень яркие очень класс что-то не пойму он заряжается заряжен полностью коще что-то и горит ладно подождем кстати говоря все очень-очень ищет корейскую терку в сербии не могут никак найти на самом деле прям я тоже очень долго искала всяких китайских магазинах там и так далее не было но вот сейчас я зашла в китайский и корейская терка там было тут еще несколько каких-то насад насадок корейская терка побольше поменьше и всякие такие для слайсов вот купила ее где-то за 100 120 динар в обычном китайском магазине я собиралась добавить этот перец острый нашу лапшу что-то отрезала 1 2 вот даже у быка из носа какой-то пар идет огонь вообще не острый вообще как обычный вот болгарский перец точно такой же чтобы вы точно мне поверили оливковое масло греческое или в греческом магазинчики добавляем красного лучка ниamam до сих пор сих пор слой да так и пепуха Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...